Доброго времени суток, меня зовут Гуга. Сегодня мы поговорим о таких вопросах. Зачем мембране обратного осмоса необходим резиновый манжет? Что происходит с работой мембраны, если этот манжет перекосило или сорвало давлением? Что происходит, если резиновые уплотнения мембраны теряют герметичность? Как и чем вернуть эту герметичность мембране? Итак, по порядку. Зачем на мембране этот резиновый манжет? Если сказать просто, для того, чтобы вода всем своим объемом попадала внутрь мембраны. Большой объем воды, которым практически некуда деваться, а степень сжатия жидкости под давлением имеет свои пределы. Поэтому вода не просто проходит вдоль фильтрующего полотна, но и под давлением попадает внутрь полупроницаемой пленки. Грязь, которая осталась сверху на пленке, поток уносят в дренаж, а отфильтрованная вода по чистому каналу уходит в накопительный бак. Я подробно не останавливаюсь на принципе работы мембраны, потому что речь сейчас идет не об этом. Но если кому-то этот вопрос интересен, более подробно он разбирается в другом видео. Ссылка будет в описании под видео. Но главное, вы поняли. Манжет на мембране помогает направить весь объем входящей воды в мембрану и увеличить давление в мембране. Что было бы, если бы манжет отсутствовал? Вода проходила бы как внутрь мембраны, так и в корпус, где она установлена. Казалось бы, ну и что? Давление-то по идее должно оставаться. Ограничитель течения на дренажной трубке создает одинаковый подпор. Есть у мембраны манжет или нет его? О работе ограничителя потока и о его влиянии на давление есть тоже отдельное видео. Ссылка будет также в описании под видео, смотрите, если кому-то интересно. Итак, казалось бы, все должно работать. Но нет. Помните, я уже говорил в начале, что нам нужен весь объем воды в мембране, а не вокруг нее. Без манжета не будет в мембране того эффекта, как с ним. Можно, конечно, увеличить входящее давление, причем значительно, и тогда мембрана и без манжета будет фильтровать. Но есть одна проблема, и даже две. Первая, что для этого понадобится очень мощный насос. А вторая, у корпуса мембраны тоже есть свой предел прочности по максимальному давлению. Кто видел, как давлением рвет корпус и как быстро это приводит к затоплению квартиры своей и соседей снизу. Тот согласится, что лучше иметь на мембране манжет и избежать излишнего давления. Поэтому, если вы видите, что у вас вдруг резко упала производительность мембраны, раньше текла из крана чистой водоструйкой, а теперь капает, раньше бак набирался за 40 минут, а теперь за 3 часа, и при этом давление на входе не изменилось, сразу проверяйте манжет мембраны. Даже если его не сорвало, а только перекосило, то производительность уже может уменьшиться в половину или на две трети от обычного. Тем более, если манжет стоит в таком положении. Или, что еще хуже, в таком положении. Иногда сам производитель устанавливает манжет не на краю мембраны, а чуть дальше. Это нормально. Значит, у него есть причина, согласно своей технологии производства, так его расположить. Все мембраны разные, для разной воды, разного давления, у них разное качество фильтрующего полотна, намотка, количество витков. Расположение манжета тоже разное, но в основном на расстоянии не далее 1,5 от длины мембран. Что необходимо делать, чтобы избежать проблем, связанных с манжетом? Вообще, на мембране есть три проблемные зоны, на которые стоит обращать внимание. Сам манжет или место его крепления, уплотнительные кольца на выходе чистой воды и место перед манжетом. Чтобы манжет не сорвало давлением воды, следует укрепить его дополнительной изолентой. Именно там, где он крепится родной изолентой, как правило, на белого цвета. То есть наматываете сразу при установке новой мембраны изоленту поверху, и это помогает уменьшить вероятность срыва манжета. То же самое, если манжет перекосило или сорвало. Возвращаете его на место, убираете старую изоленту, вытираете манжет и мембрану насухо и приматываете манжет на место новой изолентой. Теперь обратим внимание на уплотнительные кольца. Если вы заметили, что ТД с чистой воды значительно вырос, а бак начал набираться быстрее, чем обычно, это может говорить о том, что нет герметичности в районе уплотнительных колец и идет подмес грязной воды в чистую. Если вы извлечете мембрану и вставите ее обратно, то почувствуете, что она вставляется очень легко и без усилия. А так не должно быть. В этом месте можно просто уплотнить соединение узкой фум-лентой. Можно сверху по резиновым кольцам, можно под ними, предварительно их сняв, а потом надев обратно. Мне второй вариант нравится больше. Фум-ленты нужно немного. Бывает, что хватает и пары витков. Последнее проблемное место находится перед манжетом. Вернее, не само это место, а сам манжет в этом месте. Со временем края манжета могут недостаточно плотно прилегать к корпусу мембраны. А значит, он начинает вести из себя так же, как перекошенный манжет, пропускает воду мимо мембраны. Края должны прижиматься давлением, но этого не происходит. Значит, необходимо сделать это принудительно. Можно намотать под него широкую фум-ленту и таким образом его как бы распереть. Но усердствовать тоже не стоит. Мембрана не должна вставляться в корпус при помощи молотка. Должно быть небольшое сопротивление в момент установки в корпус. Вот в принципе и вся информация, о которой я хотел с вами сегодня поделиться. Если вам эта информация оказалась полезной, ставьте лайк и пишите комментарий. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до скорой встречи на канале. Субтитры подогнал «Симон»!